Очередной достойный представитель новой волны британского постпанка Дичь дичевая от участников Death Grips и Terra Melos А также корейская няшка Зефирка Все это в сегодняшнем дайджесте новинок Меня зовут Вадик Матвеев и это канал DotMouse Погнали! Новая британская школа постпанка продолжает приятно удивлять На этот раз в лице дебютника Bright Greenfield группы Squid Несмотря на то, что группа существует с 2016 года, это их первый альбом Хотя если зайти в релизы группы на Spotify, там можно увидеть аж 13 других релизов Но все это были синглы и различные пихи Ну что поделать, в эпоху клипового мышления ТикТока формат альбомов потихоньку умирает Рэперы уже вовсю перебрались в SoundCloud формат, так что скоро и рок-музыка туда подтянется Всем нужны синглы, никто больше не слушает альбомы Песенку черканут на коленке и давай по плейлистам вашим распихивать Для тех, кто не знает, что такое новая волна британского постпанка, чутка поясню К этому явлению относятся такие коллективы, как Idols, Fontaine's DC, Black Midi, Shame и многие другие Все эти коллективы объединяет свежее звучание и подходов Для них не существует рамок и канонов В этом плане они куда ближе к первым панкам в 70-х, чем к последующим Эти группы всячески экспериментируют Они не боятся использовать саксофон, если хотят Они не боятся показаться нежными в одной песне и злыми в другой Они не боятся быть самими собой, что кто-то придет и скажет, что они не true Из-за этого музыкально их сложно довольно классифицировать Но послушав разные группы, цельная картинка в голове таки складывается Общий тренд можно проследить Помимо Британии, есть коллективы из других стран, которых можно отнести к этой же волне Так, например, те же шведы Viagra Boys или американцы Proto Martyr Тоже вполне попадают под те же жанровые рамки Ну, а вернее их отсутствие Но максимальный бум этих групп пошел именно из околобритании Поэтому и многие называют эту волну новой британской волной постпанка У нас их еще в полушутку называют Brexit Core Что звучит весьма забавно на мой взгляд Я планирую подробно рассказать про эту волну В самом последнем своем ролике про историю панк-рока Про десятые года нашего с вами века Кстати, кто не смотрел мои ролики про историю панк-рока Че вы ждете? Вот здесь будет ссылочка, а также в описании ролика Я там рассказываю про историю панка от самых истоков до наших дней На данный момент уже есть три части Последние я рассказываю про 80-е И уже готов, кстати, материал про 90-е Так что, надеюсь, скоро приступлю к съемкам Ну а пока посмотрите предыдущие части, если все еще не смотрели Там правда интересно Так и вот, группа Squid это яркий представитель своего течения Сложный и богатый на аранжировки и нестандартные композиционные решения песни Все весьма разные От классического постпанка в таком общепринятом понимании Здесь, конечно, практически ничего нет Зато есть ощущение раннего панк-рока во всем его многообразии Будто группа Дева или Public Image Limited Также явно чувствуется и влияние и мат-рока, и авант-джаза какого-то И крауд-рок, и даже печального брит-попа, на котором музыканты по-любому росли Пластинка полна экспериментов Тут есть и саксофон, и какие-то различные клавиши И гитарные эффектиков целая куча, и многое другое Описать все разнообразие можно только если детально разбирать каждую песню Что формат этого дайджеста не очень подразумевает Альбом сложный и по настроению, и по восприятию, и по структуре, и музыкально Но, несмотря на это, тут есть вещи, которые запоминаются Ты не можешь запомнить мелодику или припев какой-то Тут не та музыка, но запоминается настроение, которое несла та или иная песня Ты запоминаешь свои впечатления и переживания от песни Что, на мой взгляд, в некотором смысле даже круче и ценнее, чем просто хитовые вещицы Так, например, песня Наррейтор Я не вспомню и кусочка оттуда, но я хорошо помню эмоции, которые возникали при прослушивании Ощущение какого-то непрекращающегося напряжения Которое в итоге перерастает в какое-то рваное и тревожное безумие Настроение альбома в целом не назовешь спокойным Несмотря на кажущееся легкое звучание, альбом звучит тяжело по-настоящему Здесь, да, здесь нет бешеных барабанов, какого-то там сверхнизкого строя или перегруженного звука Если услышать случайные 30 секунд где-то, то может показаться, что это просто какой-то слегка опечаленный инди-рок Но при полноценном прослушивании понимаешь, что тут тотальная жесть какая-то Съехавшая кукуня как минимум, а как максимум вполне себе какое-то кубриковское сияние Серьезно К звуку на альбоме у меня тоже никаких вопросов Все дорожки прекрасно разведены, все аранжировки работают очень уместно и именно там, где надо Вокал тоже не торчит вперед, но и не утоплен в яму, чем сейчас часто иногда грешат Короче, хорош ля-ля Альбом крутой и многослойный Крайне советую ознакомиться с ним Нехер вот слушать всякую залупу Вот возьми сразу после ролика, зайди в описание Найди там ссылочку на альбом и послушай его Как послушаешь, комментик оставь под видео Напиши, как себе альбомчик По мне так крут не дюжая Вот 9 конченых психопатов из 10 Шик вообще Парень, портейку дичи, открузить немного Зак Хилл выпустил дебютник своего нового проекта Undo Key From Hot Понятия не имею, что это вообще значит Напомню, что Зак Хилл это крутейший барабанщик современности Лично я о нем узнал благодаря офигенной матрок-ноизрок формации Хэлла Однако он успел много где и с кем поиграть Проект The Isles, Marnie Stern и Самаром Родригесом Лопесом успел поиграть И даже с легендарными японскими экспериментаторами Boredoms В их шоу Boredom 9 Надеюсь, когда-нибудь сделаю отдельный целый выпуск про Boredoms Но наибольшую известность Зак Хилл получил, конечно же, в уже культовом проекте Death Grips И сейчас сразу спойлер Если вы знаете и любите Death Grips, можете смело слушать новинку Это тотальный Death Grips воршип Если Death Grips знаете и не любите, можете смело скипать Тут для вас вряд ли будет что-то интересное Если же вы не слышали никогда Death Grips, то советую вначале ознакомиться с ними Начать рекомендую с альбома Money Store или Bottomless Beat Два самых крутых альбома, на мой взгляд Хотя последний Year of the Snitch тоже ничего, можете послушать Новинка Undo Key From Hot это, как я сказал, Death Grips воршип Несмотря на то, что в проекте задействованы еще гитарист крутых матрокеров Terra Melos Влияние Terra Melos здесь я не услышал Музыкально тут такой же дикий, ломанный, рваный электронный пиздец, что и в творчестве Death Grips Возможно, чуть менее плотный за счет отсутствия плотного баса, которым иногда так любят побаловаться Death Grips А, ну и конечно же здесь нет фирменной читки MC Rider Но в итоге получается любопытный музон, который интересно послушать один-два раза Переслушать его вряд ли захочете, если честно Мне кажется, чувакам было по фану такое придумать и записать Но даже играть им самим такое повторно, мне кажется, не должно быть прикольно Совершенно гиковское музло для задротов Вкрутилки покрутить, барабасики поломать, с эффектиками поиграться, вот это все Ну в голове нихера не остается, проходит мимо и даже эмоции в фильмах не вызывает В Death Grips ощущается более продуманный и выверенный подход За всем этим кажущимся безобразием скрывается множество проб и ошибок Каждый брейк, каждый сэмпл там выверенный на своем месте Тут же, скорее, что-то около джемовое по подходу, как мне показалось Ну и плюс в Death Grips есть MC Ride, который своим басовым голосом всегда держал тебя в строю Типа, какая бы дичь ни происходила на фоне, он как будто бы был последним звеном, который еще держит тебя в мире гуманизма А вот не дикого машинного техноблядства В Undokey from Hodges голос какой-то есть местами, но он не цельный, какой-то разрозненный и чаще сэмплированный, как я понимаю И потому не возвращает тебя в мир людей, а еще больше подчеркивает ту рванину, что происходит на фоне По итогу, пластинка, которую я рекомендую послушать любителям Death Grips Наверняка кому-то прям зайдет, но лично я лучше послушаю самих Death Grips Я их люблю, но слушаю все же не часто, все-таки музло не на каждый день, прямо скажем Но если вы не фанат Death Grips, смело проходите мимо, ничего нового вам здесь не откроется 6 поломанных ушей из 10 Интересно, сложно, дико, но на один раз Но если все же охота дичи, но при этом читаемый, ярко и запоминающийся Послушайте лучше последний альбом The Art, про который я рассказывал в прошлом дайджесте Вот это тоже дичь, но крутая и хитовая Ну и третья новинка, которую я хотел с вами поделиться Вовсе не новинка уже Альбом To See The Next Part Of The Dream Корейского музыканта Паранул вышел аж в феврале Но я его послушал вот только сейчас И ничего, вы наверняка тоже многие ее не слышали еще А пластинка, между тем, неплохая получилась Хороший образец Шугейза Паранул, или как там это читается, простите, не знаю Вот здесь будет это на корейском, кто знает как это произносить, напишитесь в комменты потом Так вот, Паранул это One Man Band Чувак в прошлом году записал свой дебютник, который кроме как на его бендкэмпе вы больше нигде не найдете А в феврале этого года выпустил уже свой второй альбом Про который я вам сейчас и расскажу Пластинка классный пример Шугейза Он достаточно каноничный, чтобы не пытаться лепить на него всякие другие теги Хотя, конечно, при желании там можно услышать и пост-хардкор, и пост-рок, и мат-рок, и че знает че еще Но по итогу все равно получается Шугейз, как ни крути Достаточно зефирный, к слову Хотя, признаться от корейца, я ожидал большего зефира Я бы сказал, здесь зефира примерно на одного европейца Ну там, то есть, где-то на полтора шведа или один и два британца Ну или одного француза, если вы понимаете, о ком я Альбом состоит из плотных многослойных композиций Тут куча няшных наивных синтов, шумная гитарка, холодный отреченный вокал И, кстати, очень трогательный, но супер простяцкий Интересно, что при прослушивании у меня почему-то были ассоциации не с MyBloodyValentine или SlowDive каким-нибудь Или, прости господи, Маэстро Зефира Альцест А с бродриковским Джизу Продриковским ассоциаций я так до конца и не понял Так что вот вам просто интересное наблюдение Делайте с этим, что хотите Из минусов я бы отметил только некоторую чрезмерную перегруженность Чувствуется, что музыканту не с кем было посоветоваться Он все делал сам И потому не всегда мог сказать себе «хватит» Здесь лучше меньше, но лучше, чем лепить очередную дорожку каких-то наивных синтов Это вообще частая проблема в One Man Band проектов Все-таки одна голова хорошо, но две-то получше Но в любом случае получился красивый, приятный альбом Понятный, очаровательный в своей наивности и очень сиюминутный Вряд ли эту пластинку вспомнить через 5, а тем более 10 лет Но здесь и сейчас заходит на ура Атмосфера прохладного летнего ветерка вам обеспечена Переменная облачность, возможно осадки 7 няшных печалек из 10 А что вы успели послушать за последнее время? Напишите в комментарии Интересно узнать Я вот, например, успел еще послушать последний Ice Age Но совершенно не проникся Чуваки попытались записать какой-то акустический стадионный рок в духе Oasis При этом сохранив свое панковое лицо А в итоге и Oasis не вышел, и весь панк прострали Короче, я не рекомендую Еще вот Pupil Slicer послушал Средненький такой маткор, матграйнд Любителям Peak Destroyer наверняка пойдет Но в меня не сильно попало Сэм Бим, более известный как Iron and Wine, выпустил пятую часть всяких своих архивных записей Не ясно, правда, где была вторая и четвертая часть? Ну да ладно Приятная каминная музыка такая В некотором смысле мне эти записи нравятся даже больше, чем основное творчество проекта Они как-то звучат менее спродюсированы, что ли И поэтому как-то почестнее как будто А, ну еще, конечно, последняя Гаджира топовая Но я про нее снимал отдельный ролик В описании, кстати, будет ссылка на обзор Можете тоже посмотреть С вами был Вадик Матвеев и это канал DotMuz Если понравился второй выпуск дайджеста Поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями Это здорово продвинет канал Ну и подписывайтесь, если еще нет На этой неделе запишу четвертую часть истории панк-рока про 90-е Надеюсь, за следующую неделю успею его смонтировать и выложить Так что подписка поможет вам не пропустить выход На этом все Всем пока и спасибо за просмотр Чао Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok